Здравствуйте! Специальный выпуск телеканала КАПЛЮС о событиях в Мангостаусской области. В студии работает Алексей Рыблов. Бастующие нефтяники и представители власти не смогли договориться. Рабочие предложениями комиссии во главе с первым заместителем председателя правительства Мирзаком Шукеевым не согласились. Нефтяники намерены продолжить забастовку о том, какое они примут решение, объявят завтра. Они не хотели и не решили никакой проблемы. Совещание совершенно пустое. Совершенно пустое. Они и не хотели, не хотят и не будут хотеть, пока их президент всех не снимет. Они злостно не исполняют указания президента. Даже по этой большой беде. Члены комиссии сказали, что за потраченное впустую время нефтяники получат компенсационные выплаты. В другой области найдут работу, даже помогут перевести семью. Нефтяники, в свою очередь, говорят, что компенсации их не устраивают. Теперь они выдвигают на передний план моральный вред, честь, достоинство. Самое главное, просят ответить за события в Жан-Аузене. Требования нефтяников переросли из экономических в политических. Просят прибыть на место лично президента. Члены созданной комиссии говорят, что выполнить эти требования неуполномочены. Дать ответы касательно применения силы может министр внутренних дел Кул Мухаммед Касымов, который, к слову, накануне не исключил, что может открыть агонии по протестующим в Актау. Не договорившись, нефтяники разошлись весьма недовольными. Во-первых, пусть сюда приедет министр МВД, во-вторых, президент Казахстана, в-третьих, глава Казмунай Газа Тимур Кулебаев. Пусть эти трое придут и ответят, как могло такое произойти. Это главное. А если они не придут, мы не должны уходить отсюда. Главное для нас не деньги. Важнее кровь. Нам деньги не нужны. Если выйдем на работу, это будет позор для нас. Нас не купить за деньги. Нам правда нужна. Независимых журналистов, в частности, видеопортал Останки и Зет, не пустили на переговоры между правительственной комиссией и нефтяниками. Зато в них участвовали государственные СМИ. Участники трудового спора предложили 30 человек для участия в переговорах и для правдивого освещения информации хотели включить в состав их журналистов. Но сотрудники Акимата группу Станки и Зет не запустили. После журналистских событий требования нефтяников изменились. До 20 декабря они настаивали на нескольких предложениях, связанных с кровопролитием в журналистике. Во-первых, объявить в стране трехдневный траур. Во-вторых, информацию о событиях в журналистике государственными телеканалами доводить правдиво. А также освободить задержанных в журналистике граждан и оказать материальную помощь родственникам погибших. Продолжение следует... Общественная комиссия сообщает о новых ЧП в городе. Звонят люди, кто из жанаузена отправился на похороны 51-летнего Серика Ойгорбаева. Народ добрался до района Синек, где еще действует сотовая связь, и связался с членами комиссии. Один из них, Кенжигалей Суевов, рассказал нам, что жанаузенцы жалуются. Их убирают те, кто призван наводить порядок в городе. Люди, которые на похоронах участвовали, звонили, сказали, что вот такое происходит. У жанаузенец, там ОМОН, наряд ОМОН, 7-8 человек вооруженных. Они людей останавливают на улице и грабят. Просто занимаются мародежством, грабежом, везде забирают деньги, сигареты. Вот такая информация идет. 34 звонка уже поступило к нам. Ну, шестеро из числа погибших во время жанаузенских событий 16 декабря сегодня были преданы земле. Женоза за упокойную молитву по погибшим читалась под строгим контролем правоохранительных органов. Всех пришедших на церемонию прощания тщательно обыскивали. По официальной информации Генеральной прокуратуры, количество погибших во время событий в жанаузене достигло 15. Один из них умер во время столкновений в Щетпе. Но по подсчетам бастующих в октау нефтяников, 16 декабря погибло несколько десятков людей. Уроженец жанаузена Ерболу Тигенов рассказывает о гибели своего одноклассника Талгата Лизбаева. Однако в официальном списке погибших его не оказалось. Были когда летом забастовки в Англии. Сколько магазинов и банков разгромили. Стреляла по ним власть? Нет. Водометами и резиновыми пулями стреляли там. Дымовые шашки использовали. А здесь, в Азене, людей убивают. Вы знаете, прямо сейчас там пытают и убивают парней. Сколько людей убили, знаете? Не знаете. 14 человек говорят. Неправда это. Сказали, 78 человек погибло. Я сам из Азена. Два моих одноклассника погибло. Одному в лоб, другого в сердце ранили. Езбаев Талгат его звали. Кто дал такой приказ? Назарбаев дал. Кто еще дал? Он же главнокомандующий. Отец одного из убитых в Жан-Аузене, учителя Атабергена Дюсикенова, пришел в полицию с заявлением. Утверждает, его сын был убит хулиганами за то, что вывел детей на праздничные мероприятия. Это, а также характерные дробовые раны позволяют прокуратуре судить. Смерти людей в Жан-Аузене нельзя обвинять лишь полицию. Имеются пострадавшие с дробовыми огнестрельными ранениями и телесными повреждениями, не связанными с применением оружия и спецсредств. Так как при пресечении беспорядков правоохранительные органы не применяли дробовое оружие, а также не вступали в контакт с нападающими, возможность причинения вреда здоровью вышеуказанного характера силами правопорядка исключается. Официальные списки погибших сегодня обновила Генеральная прокуратура. Опознаны тела 14 человек, погибших во время беспорядков. Данные по поселку Щитпей еще не обнародованы. Как мы сообщали ранее, самому молодому из погибших было всего 16 лет, самый старший – 59-го года рождения. Сейчас надзорный орган назвал еще три фамилии. Это Шупашев Жарас Калдебекович, 73-го года рождения, Дюсенбаев Бекижан, 53-го года рождения и Токсанбетов Тулиген Диханбаевич, 68-го года рождения. Политики и общественники считают, в стране после трагических событий в Мангостаусской области Акурда должна объявить день траура по погибшим мирным жителям. По их мнению, конфликт мог быть решен без использования огнестрельного оружия путем переговоров, игнорирования проблемы и вызвала социальный взрыв. Это трагедия общенационального масштаба. Никогда ранее власть не стреляла боевыми патронами в собственный народ. Были жертвы. Я выражаю соболезнования всем близким погибших. Я думаю, что я уверен в этом, что справедливость восторжествует. Истина будет известна, кто давал команду стрелять мирных граждан. Потому что все понимают, что даже если были провокации, были несмертоносные методы остановить, воспрепятствовать. Тут уже правильно сказали мои коллеги, что это трагедия национального масштаба. Это не просто какие-то там, тоже очень страшные, но бывают катастрофы. Бывают какие-то техногенные катастрофы, природные катастрофы. И даже в таких случаях официальные власти обязательно реагируют, не только оказывают помощь, но и объявляют траур. Ну вот вы видите, мы до сих пор не замечаем никаких инициатив со стороны официальных властей о том, чтобы, в общем, поскорбить по этому поводу. Одно дело, конечно, разобраться в этих убийствах, найти виновников или тех, которые спровоцировали это массовые расстрелы. Но прежде всего должны звучать человеческие ноты. Те, кто погибли, они должны войти в список истории Казахстана. То есть их имена должны зазвучать, потому что я считаю, что вот эти события, они дают новый отчет какой-то в истории. То есть как вот дал отчет 86-й год в свое время. И эти люди, они должны остаться в памяти, то есть мы их должны там повековечить. Кто бы они ни были, случайные жертвы или еще кто-то. Поэтому я считаю, что власть еще очень долго и долго должна каяться за то, что в Жан-Аузене прозвучали вот эти выстрелы. Социалистическое сопротивление Казахстана и дружественные с ним организации также требуют объявить траур. Трехдневный траур, об этом активисты заявили сегодня в Алматы. По их мнению, именно такой шаг должны предпринять власти, если они всерьез заинтересованы в решении жан-аузенской проблемы. Мы требуем провести за государственный счет похороны погибших, объявить трехдневный траур, оказать помощь всеми погибших и раненых. Нужно ли объявлять траур по погибшим в беспорядках в Жан-Аузене? На этот вопрос корреспонденты попросили ответить жителей Павлодара и Алматы. Мнения разные, но большинство отмечают, что погибли прежде всего люди. И отдать дань памяти необходимо. Траур нужен. Люди погибли однозначно. Траур по этому поводу всегда должен быть. Все-таки это люди. Какие бы они были, но они люди. Они погибли. Поэтому нужно сначала разбираться причинам. А потом уже, конечно... Жалко, семьи их не пострадали. Жалко, конечно. По-человечески жалко. Я думаю, что необходимы даже такие печальные события. Поэтому надо организовать день трауры у нас в Алмате. Молодцы, правильно. Совершенно говоря, это было бы самое лучшее решение. И наказать тех, кто стрелял. Люди вышли же не грабить, а вышли свои требования заработную плату. Надо бы. Это же событие все-таки. Это очень печальное событие. Конечно, непременно. Я думаю, что надо организовать день траура. Потому что 16 декабря, так и сами знаете, что это великая потеря для такой великой нации, как казаха. Потому что и так полегло, вы сами знаете, в 86-м году. И этот день еще больше прибавилось жертв. Я думаю, нужно организовать хотя бы трехдневный траур нужно делать. Ой, наверное, надо. Как же столько же людей погибло. Надо, конечно. На чердаках и подвалах домов в Жан-Аузене находят коктейли Молотова, сообщили на брифинге официальный представитель Генеральной прокуратуры. Там же зачастую находят и награбленное имущество. Силовики по последним данным проверили уже свыше 90 домов. В Генпрокуратуре не исключают версию, что в беспорядках могли принимать участие силы извне. И это установит следствие. Утром правительство пообещало доступность информации о событиях в Жан-Аузене. Но вечером в Генпрокуратуре тут же упрекнули СМИ. Дескать, все продолжают публиковать ложные сведения. Несмотря на неоднократные предупреждения, для примера упомянут житель Ингушетии Джамбулат в Тагдиев. Ряд изданий сообщило со ссылкой на Национальный центр в войнах, что он погиб в беспорядках. Сегодня выяснилось, что он по счастью жив. Нурдовлет Сундыков отметил, что не соответствует действительности и слухи о массовом кровопролитии в Жан-Аузене. Правоохранительные органы просто так взяли, как представляют нам сейчас средства в массовой информации или отдельные личности, что просто так митингующих за то, что они потребовали повышение зарплаты, взяли и расстреляли на площади. Это, я думаю, явная дезинформация. Личности тех, кто стоит за организацией беспорядков в Жан-Аузене Мангастаусской области, уже установлены. Об этом заявил заместитель генерального прокурора Казахстана Нурмахан Исаев на совещании в Жан-Аузене правительственной комиссии, пишет «Казахстан Тудей». О фамилии в интересах следствия не называются. Между тем, поддержку нефтяника Мангастаусской области выразила группировка солдат халифата. Об этом сообщается на интернет-форуме «Шумух Аль-Ислам». Исламисты в своем обращении отметили, что случившееся не останется незамеченным. Они продолжают свою борьбу за отмену несправедливых законов республики. Напомню, ранее группировка взяла на себя ответственность за теракт в Атырау и перестрелку в Баралдае. По данным генпрокуратуры, эта организация была создана летом 2011 года казахстанцем Ренатом Хабид-Долой, Ренбасаром Мунатовым и Дамиром Зналиевым в целях развязывания джихата на территории Казахстана. Мы призываем вас отменить эти законы. Массовые беспорядки в Жан-Узене, повлекшие гибель людей, вынудили правительство обратить внимание на проблемы нефтяников. Сегодня на селекторном совещании Кабмина премьер Масимов распорядился трудоустроить уволенных ранее рабочих. И сегодня же была озвучена сумма, необходимая для восстановления сожженных в ходе беспорядков объектов. Все подробности в материале столичных корреспондентов. Порядка 14 миллионов долларов по предварительным расчетам потребуются для восстановления пострадавших в Жан-Узене объектов. Об этом сегодня по селектору из зоны ЧП сообщил вице-премьеру Мирсак Шукеев. Его шеф Карим Масимов тут же распорядился выделить средства из резервов правительства. Чтобы к концу дня деньги были доступны. Понятно? Чтобы к концу дня были доступны, чтобы завтра они уже поступили туда, куда это необходимо. И только сегодня, спустя несколько месяцев с начала зачижной забастовки, глава Кабмина распорядился трудоустроить нефтяников. Он поручил Мирсаку Шукееву составить поименный список уволенных ранее рабочих. Решить даже вопросы к переездам и обустройствам на новых местах. Уволенным работникам будет предложено трудоустройство на крупных предприятиях республики, преимущественно в горнодобывающих и нефтегазовых отраслях, с предоставлением заработной платы в пределах 80-90% от их прежнего заработка. Также в ходе селектора министр внутренних дел Клумухаммед Касымов сообщил уточненные данные о количестве жертв и пострадавших. Число погибших возросло до 15, раненых перевалило за 100. Ну а глава региона Крымбек Ушурбаев заявил, что причиной массовых беспорядков все-таки стали трудовые конфликты. Ключевым вопросом и почвой для беспорядка послужили трудовые конфликты, которые произошли в нефтяниковом фонаре. Заявление Акима прозвучало вразрез словам Назарбаева, который ранее просил не смешивать трудовой спорт с действиями бандитских группировок. Другие заявления и решения правительства не отходили от генеральной линии партии и ее лидера. Более того, Карим Масимов, завершая совещание, просил своих подопечных сплотиться вокруг лидера нации в столь сложный период, чтобы якобы показать стабильность общества и силу президента. В Алматы политики и общественники заявили о создании независимой общественной комиссии по расследованию трагических событий в Мангастаусской области. Общее количество участников достигло 18. Это лидеры ОСДП, экономист Мухтар Тайжан, лидер регистрируемой алги Владимир Козлов, глава Алматинского хельсинского комитета Нинель Фокина. Уже завтра представители нового объединения планируют выехать в регион. Сейчас очень важно нам не только выяснить, как это было, что было, но и сейчас очень важно привлечь вовремя к ответственности. У нас почему-то в Казахстане такая есть историческая традиция, никто ни за что не отвечает. Вот начиная с 1986 года, как это пример, да, и очень многие другие события, и вот этот фактор, который сегодня уже, как говорится, случился, все ведется к тому, что опять никто ни за что не будет отвечать. Комиссия планирует побеседовать с участниками событий, представителями правоохранительных органов, а также местной властью. Надеется выяснить, кто же стал зачинщиком беспорядков. По мнению спикеров, сейчас у общества остается больше вопросов, и за период расследования нужно получить ответы. Если власть полностью права и уверена в том, что там все нормально, зачем вводить чрезвычайное положение? Зачем? Вот объясните мне. Я не понимаю, вот мне никто не объяснит и внятно не объяснил, почему на 20 дней чрезвычайное положение. Мне никто не объяснит, почему отключили интернет. Мне никто не объяснит, почему отключили мобильную связь. Объясните. Чтобы правда не проскочила. Вот именно, люди боятся, вернее, власть, а корота боятся, что люди узнают правду, что жертв значительно больше, что до сих пор люди готовы протестовать. Для встречи с нефтяниками в Актау прилетел председатель партии Руханият Серегжан Мамбеталин, рядом с ним вступивший недавно в партию художник Канат Ибрагимов. Но нефтяники говорят, что хотели после объявления досрочных выборов увидеть вступившего в ряды зеленых Мухтара Шаханова. Поэт в Актау не приехал. Рабочие из большой обиды рассказали руководителю Руханията, как приезжавший из Астаны чиновник и уехал, так и не выслушав их. Рассказали, как после жена Узена приезжал вице-премьер Умерзак Шукеев, а теперь они ждут только Назарбаева. Также выразили обиду на лидеров партии, которые за семь месяцев ни разу не приезжали в бастующем, а теперь ближе к выборам ради получения депутатских мандатов появляются на площади Интемак. Нефтяники в разговоре с Мамбеталином также интересуются, почему с ним не приехал Шаханов. Серегжан попросил делать скидку на возраст. Поэт, отмечу, бастующий семь месяцев. Нефтяники приглашали Шаханова посетить бастующий регион. В предвыборных выступлениях тема жена Узена и Щитпе вышла на первый план. После высказывания президента о событиях на западе страны политиков словно прорвало. К сегодняшнему дню лидеры всех партий озвучили мнение на острую тему. Столичные репортеры расскажут об этом подробнее. Кровавые события в Мангисталской области внесли свои коррективы в предвыборные программы партий, борющихся за место в парламенте. О проблемах нефтяников заговорили даже те, кто ни разу не проявлял интереса к забастовкам. Сегодня к числу сочувствующих рабочим добавились народные коммунисты. Комментируя события 16-17 декабря, лидер, традиционно лояльный к власти КНПК Владислав Косарев, был на удивление резок. Мы считаем, что сегодня протестные настроения жителей Мангисталской области обоснованы, они подогреваются больше органами власти, нежели теми, кого считают зачинщиками и разбойниками. Накануне свою позицию к силовому решению конфликтов в Жанаузине и Щетпе выразили социал-демократы. Лидер столичного филиала ОСДП вместе со своими соратниками даже попытался лично оставить обращение в канцелярии президента. Однако в дело вмешались силовики, расценившие действия оппозиционеров как несанкционированный митинг. К сожалению, не остановило ни полицейских, ни прокурора то, что здесь были четыре кандидата депутата мажлица парламента, кандидаты депутаты местного маслехата. Они просто всех нагло запихали, затолкали автозаки. С открытым письмом к лидеру нации от лица партии Аделет обратился и друг Нурсултана Назарбаева Максут Нарикбаев. Напомним, эта политорганизация пыталась вмешаться в трудовой спор между нефтяниками и их работодателями, но до логического завершения дело так и не дошло. В своем обращении лидер справедливых подчеркнул, что его партия уже пыталась вразумить правительство, но реакция от кабинета министров не дождалась. Данную проблему мы изучали всесторонне и очень внимательно. Встречались с бастующими нефтяниками, а также с работодателями. Рассматривали на заседании комиссии по правам человека при президенте республики Казахстан. Дважды рекомендовали правительству решить данную проблему с правовой позицией. Предлагали пути решения. К сожалению, до сих пор нет ответа. Как известно, сами нефтяники не раз заявляли, что отдадут свои голоса той партии, которая сможет решить их проблему. Но их многочисленные воззвания, по большому счету, так и остались неуслышанными. Только после трагедии, случившейся в Жанаузене и Щетпеса, впавшей с началом агит-компании, претенденты на место в парламент стали демонстрировать свое намерение помогать участникам многомесячной акции протеста. Алмат Сапарбаев, Сакен Айсенов из Астаны, Казахстан. В чем причина Жанаузенской трагедии и кто виноват? Казахстанские эксперты, которых сейчас в неспокойный район пока не пускают, пытаются проанализировать ситуацию дистанционно. И понять, откуда все-таки произошел провокационный вброс. Извне или проблема зрела внутри страны? Патриарх отечественной политики Сереболсын Абдильдин с горочью констатирует. История отзеркалила Казахстану 16 декабря в наказание за неусвоенный урок и неотвеченные вопросы о 1986 году. Самая громкая версия от Акурды, что беспорядки на западе Казахстана – это происки третьих лиц, бесперспективно, считают казахстанские эксперты. Жанаузень давно бурливший социальный котел, который и сдетонировал, поясняет в телефонном интервью политолог Досом Сатпаев. А независимого журналиста Сергея Дуванова намек на зарубежных спонсоров или иностранные разведки вообще смешит. За причиной проблемы далеко ходить не надо, говорит он. Это назрело изнутри. Понимаете, полгода люди требуют внимания к себе со стороны власти, со стороны общества, от международного сообщества, и этого внимания они не видят. Люди доведены до отчаяния. И здесь не нужно ничего подталкивать. Все, что случилось, оно должно было случиться. Политолог Расул Жумалы также отметает вариант, что волнение могли спонсировать оппоненты власти. К примеру, бывший глава БТА-банка Мухтар Аблязов. Ведь оппозиционер сейчас втянут в судебный процесс. А посему, предлагает осторожный политолог, не нужно бежать впереди обоза, а дождаться выводов правительственной комиссии. Я не разглядел здесь какой-то внушающей, существенной роли со стороны. Так что я сейчас рекомендовал бы дождаться все-таки официальных итогов расследования. Только расследование объективное, подхватывает известный политический деятель Сирик Болсон Абдильдин. Власти упустили момент, когда проблему можно было решить за столом переговоров полгода назад, считает авторитетный политик. Однако хуже всего другое. Большинство участников беспорядков – представители молодого поколения. Причем вместо слова «молодое» сейчас в пору применять потерянное. Ни одного лица чужого не видел. Это лица казахов. Это лица наших детей. Поэтому просто я не прибегаю к тем версиям, что кто-то чего-то подбросил, финансировал подобные. Но в то же время исключать нельзя, пока расследование не закончено. И не только не закончено, не начато, как подобное. А на вопрос, кто же все-таки виноват в женаузенской трагедии, Абдильдин отвечает коротко. Мы. Все, кто не сделал соответствующих выводов 25 лет назад. Тоже 16 декабря. Прежде всего, виновата мое поколение. Виновата личное поколение власти. Это надо, по большому счету, открыть, сказать, признать. Замзагулеб Драхманова, Талгат Умирбеков, Алматы, Казахстан. Казахстанские неправительственные организации выступили с обращением к европейской общественности с просьбой помочь жителям Ангастаусской области пострадавших от беспорядков и отправить на запад страны гуманитарную помощь. Под заявлением уже подписались свыше 20 человек. Как считает правозащитник Вадим Курамшин, события в Женаузе не спровоцированы властями. На бывших осужденных полиция оказывает давление. За последние полгода к нему стали обращаться люди, вышедшие на свободу из мест заключения, утверждая, что их заставляют устраивать провокации против нефтяников. Кроме того, местные жители заявляют, что солдаты, призванные стабилизировать обстановку, нередко сами участвовали в мародерских вылазках, как говорится в обращении. Поэтому ряд казахстанских НПО просит такие международные организации, как ОБСЕ, Евросоюз и ООН, поддержать жителей региона и направить продукты питания, одежду и строительные материалы. Также Курамшин предлагает создать комиссию из представителей Евросоюза и казахстанских НПО для контроля над реализацией адресной помощи. Также мы, естественно, просим оказать содействие по урегулированию данного вопроса, поскольку требования протестующих рабочих были давным-давно уже сформулированы и обоснованы. И они абсолютно, на наш взгляд, законы и имеют под собой нормативную базу. Коэффициент 1,8, о которых ведется речь, он давным-давно был заложен в условиях договора в контрактации с рабочими. Однако этого никто не желал попросту замечать. Не обращались и не подписывали. В минувшие выходные на государственных каналах было озвучено обращение карагандинских шахтеров и металлургов, которые решительно осудили методы бастующих нефтяников. Такие действия – позор перед всем цивилизованным миром, было заявлено в обращении. Однако уже сегодня проходчики рассказали, как их заставляли подписываться под этими словами, угрожая увольнением. Подробности у Марины Черной. Без меня меня вписали. Карагандинские шахтеры глубоко возмущены обращением якобы от всех трудящихся компаний «Арселор Миттл Тимиртау». В минувшее воскресенье руководство комбината собрало часть рабочих, чтобы прилюдно обсудить ситуацию в Мангистау. Итогом стало письмо осуждения действий бастующих нефтяников. При этом на марш несогласных пригласили только подконтрольные СМИ. Сегодня особо смелые горники Караганды рассказали, каким образом составлялось это обращение. Начну смену. Был общий наряд. На этом общем наряде профсоюз составил такую бумагу, что работники, рабочие шахты вообще осуждают действия нефтяников. Подписываться было буквально в смысле обязательно, потому что человек выступил, там проходчик, он говорит, сказал, что правильно они делают, что я не буду подписываться. Директор сказал вплоть до увольнения. Более того, некоторые шахтеры заявили, что и сами не знали, что они кого-то осудили на всю страну и высказывали полярное мнение о событиях в Жанаозене. Держать надо нефтяников. Вот это неспроста же это все происходит. Слышу такие, что вроде как обращение письмо пошло в металлурги, вернее шахтеры, как будто осуждают. И ничего подобного. Наоборот, 7 месяцев происходит вот этот бардак у них там. Давно бы могли как-то это уже найти компромисс, решить мирным путем. А вот взяли людей, постреляли. Но теперь как-то будут решать виноватых находить хулиганов, как обычно. Председатель общественного объединения «Шахтерская семья», куда стекаются за советом и помощью все обиженные горняки, обозначила действия работодателя как попытку манипулировать зависящими от него людьми. Я глубоко возмущена, что мнением народа манипулируют. Манипулируют вот так, чтобы, как говорится, оправдать свои действия и, значит, осудить действия нефтяников. Я хочу сказать, что объективную оценку действия нефтяников и что там происходит должны давать сами. Сами жители Жанаозена, сами нефтяники, сами. Только им вот близко и понятно вот именно то, что творится. Напомним, горняки, металлурги и столевары промышленного гиганта сами уже третий месяц добиваются от работодателя повышения зарплаты. Все это время они пытаются решить вопрос в рамках правового поля. Пока безрезультатно. Если же администрация будет стоять на позиции, что вообще не будет удовлетворять наши требования, тогда уже можно предпринять другие акции протеста. Сейчас профсоюзники надеются на примирительную комиссию. Посредником между сотрудниками и работодателем выступил глава региона. Однако сроки окончания работы комиссии не оговариваются. Марина Черная, Сайлаозикен, Крагандинская область, Казахстан. О ситуации в Жанрузене говорят по всей республике. Вопрос как и в каком ключе. Говорили сегодня и студенты, и общественники Восточного Казахстана. Они провели открытый диалог. Если модераторы пытались провести более гладкие дебаты, некоторые молодые участники предлагали называть все своими именами. В наше время деньги, например, много чего решают. И это хороший повод, что если не платят за оплату, или платят меньше, что это по-любому люди поднимут будут жить. В первую очередь, восточно-казахстанские студенты обратились к мангостаусской молодежи, чтобы не поддавались провокациям. В ходе дебатов участники пришли к мнению, что забастовкой нефтяников воспользовались заинтересованные силы. Однако, какие именно, определиться не смогли. Жители поселка Шигыз, там же на востоке Казахстана, огорчены событиями, произошедшими в Мангостаусской области, готовы всеми возможными способами оказать посильную помощь пострадавшим в результате беспорядков. Соотечественники, вернувшиеся на историческую родину, выразили соболезнования родным и близким погибшим. На Журамзенской трагедии они сообщили, что скорбят вместе с ними. Жители микрорайона решили собрать деньги и отправить их к семям пострадавшим. К примеру, Мирсалим Максудхан готов отправить часть своей зарплаты в поддержку пострадавших и на восстановление города. Мною движут патриотические чувства. Я хочу 10 тысяч тенге из своей заработной платы отправить на восстановление города Жан-Азен и поддержку пострадавших. Если люди разрушили свой же город, мы его попытаемся восстановить. Солидарность жан-аузенцам выражают жители Актау. Среди поддержавших есть граждане разных национальностей. Женщина славянской вешенности и приносящая на площадь несколько раз в день горячий чай. Говорит, смерть людей – это общее горе. Сама она жительница Актау. Очень сильно переживает, как нефтяники в такой мороз стоят на площади. В ее семье тоже есть нефтяник. Сын работает на месторождении Житебай. Доход небольшой, но мы этому рады, говорит она. Мы, конечно, переживаем все. У меня тоже сын бурящик. Ну, хотим, чтобы мир был напуганным вот этим событием, конечно. Чтобы не стреляли. Я вдова, у меня четверо детей. Сын единственный кормилиц, он нефтяник. Я этого не одобряю, чтобы стрелял тот кого-то. Зачем это? А, чушь-то. С роду таких денег не видел. Не 600, не 700. Нам бы хоть бы 200, и то хорошо. Вот такие дела. У нас нет. Чтобы таких денежищем было. Кто бы меня уже квартиру купил и разделились бы мы. А то живем все вместе. Сегодня четвертые сутки после трагических событий в Жанузене, где только по официальным данным в результате беспорядков погибло 14 человек. Еще один в поселке Щетпе. Раненых всего 110. В республике до сих пор не объявлен траун. Собственно, каждый это может сделать самостоятельно. Редакция телеканала КПлюс приняла решение с сегодняшнего дня объявить траур по погибшим в Мангостаусской области. Мы приносим свои соболезнования семьям погибших. Продолжение следует...